До конца года на столичных дорогах появится 80 новых автобусов. Первая партия, это 36 машин французской сборки, выйдут на линию уже завтра. Они будут обслуживать самые загруженные маршруты. Одной из первых на новеньком автобусе прокатилась Елена Шрайбер. На остановках час пик. Люди торопятся с работы домой, но не могут дождаться нужного автобуса. Но даже если он подъехал, вместить всех желающих не получается. Перевозчики объясняют, машин не хватает для того, чтобы разгрузить общественный транспорт. Нужно еще 180 единиц техники. Очень долго. Я езжу на десятке. Невозможно ее дождаться, а потом невозможно влезть. Десятый маршрут. Очень долго жду. Убегаю на 15-10 метров раньше с работы. Все равно не успеваю. На жалобы жители Астаны откликнулись в Акимате. С завтрашнего дня по столице начнут курсировать вот эти французские гиганты. Пока их 36, но будет 80. Кстати, гигантами они считаются заслуженно. За раз они могут перевозить до 100 человек. Это стандарт. Фактически пассажиров может вместиться гораздо больше. Автобусы ориентированы на социальные, уязвимые, малоподвижные слои населения. То есть у него есть автоматический клиренс и пандус есть, который позволяет для инвалидов заезжать. Все 350 автобусов с возможностью использования инвалидных колясок и перевозки инвалидов. К июню 2015-го подвижной состав «Одновится» едва ли не наполовину. На маршруты выйдут 350 автобусов марки «Ивека». Все адаптированы к местному климату, удобны для внутренних перевозок, а в бензобаке топливо стандарта «Евро-5». Автобусы приобретены по кредитной линии. Это непрямые государственные закупки. Это всего-навсего 15% обеспечение. Общая сумма контракта порядка 107 миллионов евро. Это займ, международный займ, коммерсбанка, который нам полностью содействовал компанией «Ивека». А сколько он стоит? Порядка 270 тысяч. Разработчики предусмотрели все. За баранкой дорогостоящего автобуса будут сидеть специально обученные люди. Они прошли переподготовку в Центре квалификации специалистов транспорта. Там же обучались кондукторы, инженеры и техники. Известно, что АЗы уже освоили свыше 800 водителей и почти 700 кондукторов. Автобус, это же не самолет. Автобус, автобус. Нормально? В управлении легкие. Ходовые характеристики хорошие, мягкие. Теплые вроде бы. Вид зеркал заднего вида. Очень удобно. В салоне тоже зеркало. Тоже удобно. Просматривается хорошо салон. Мониторы стоят, когда, допустим, к остановке подъезжаешь, дверь открываешь, мониторы загораются на двери. И двери прекрасно видно. Кто заходит, кто выходит. Кондукторы пока останутся, но это пока. Ближе к марту их заменят на электронных контролеров. Уже совсем скоро пассажирам не придется отчитывать 90 тенге за проезд. В новых автобусах ведут электронную систему оплаты. Возле каждой двери установлен вот такой специальный аппарат. Это Roadrunner. Приложив карточку, означает, что они смогут оплатить за проезд. При этом стоимость будет напрямую зависеть от маршрута. Но максимальная цена останется неизменной. Все те же 90 тенге. Внедрение электронного билетирования начнется весной и завершится к лету. Первыми на дороге выйдут автобусы под номерами 9 и 10. Следующая партия пополнит 28 и 42 маршруты. Сначала машины устранят дефицит, а уже последующие введут взамен тех, которые отслужили свыше 14 лет. Елена Шрайберт, Алгата Мангелин, Булатбек Молдогалиев, Астана.